Мы создавали систему управления плавательным бассейном. Поскольку такие вообще словосочетания, там, 10 лет назад, они были немножко очень странными для наших всех руководителей и государственного управления, и местного управления. Но когда мы заканчивали реконструкцию плавательного бассейна «Метеор» за государственный счет, стал вопрос, что неплохо было бы, чтобы этот бассейн потом еще 30 лет работал и служил людям. При этом у него должна быть своя экономическая модель, чтобы не стоять с протянутой рукой каждый день, стучась в те или иные двери. Говорит, нам надо деньги оплатить электроэнергию, газ, зарплаты, крышу отремонтировать, стенку покрасить и так далее. Но с другой стороны, чтобы экономить, скажем так, стремление заработать деньги, не зачеркнуло то, ради чего государство вложило средства в реконструкцию этого плавательного бассейна. И мы поехали в Америку, изучили их опыт, как управляются там объекты, которые строят либо государство, либо мэрии, либо частные инвесторы, и там, где существует спортивная экономическая модель. В ходе создания этой системы мы очень сдружились и сработались с нашими американскими партнерами. И они даже не ожидали, они приехали в Украину, они думали, знаете, мы как бы здесь такая развивающаяся страна, там пальмы кто-то там куда-то лезет на какой-то кокос. Но они удивились тем культурным традициям, которые у нас есть, удивились вообще нашей истории, потенциалу, людям, красоте. То есть они влюбились в Украину. И мы с ними очень хорошо работаем, сотрудничаем.